Всем привет! Недавно я пересматривал легендарный блиц-матч между Магнусом Карлсоном и Даниилом Дубовым и подумал, почему бы не соединить все короткие видео перевода комментариев Магнуса в одно большое. Таким образом, можно будет всегда удобно пересмотреть весь матч. И вот оно. Приятного просмотра. Сегодня будет непросто. Играем с Даниилом Дубовым. Кстати, чемпионом мира по Рапиду 2019 года. А также он меня выбивал из одного из турниров прошлого года Чемпионс Частура. В этой партии Каталон у нас на доске получится. Дебютный выбор Даниила. Кстати, во время Чемпионс Частура мы уже такое с ним разыгрывали. И сильным успехом в этих партиях черным цветом я не могу похвастаться. Мне остается надеяться на общую крепкость моей позиции черными. Рокировка. Выводим слонца на В7. В3. Разбудим лошадя с В8. И на Е4 закинем. Ферзь С2. И Ф5 может подкрепить скакуна. Ф5. Зрители в чате все хотят подписаться на меня на Твиче. Ну, что я вам могу сказать? Лучше подпишитесь на Част24. Премиум подписку. Персонально себе я от вас подписок не хочу. А нашей компании? Всегда пожалуйста. Снова Остапа понесло. Давайте о партии поговорим. Хотя бы капелюшечку. Так, что у нас по позитульке на доске? СД он хочет взять. И на С7 у меня подвиснет. Батарея его работает. Правда, тогда лошадка на Д2 у него зависнет. Но на Б7 у меня слон висит. Видимо, возвращусь слоном. А вот это вопрос. Если я верну своего слона на Д6, то койни и 5 у него появляется ход. Может просто ладья С8? Укрепимся. В общем и целом, по моим ощущениям, я здесь получил хорошую версию структуры каменной стены. Пешки Е6, Д5, и Ф5. По ощущениям, я темпов немного наварил. Здесь С5 могу пойти. Взрывая все. На С6 пока пойду. Может пойти С5, но тогда уберу своего слона на С7, либо Б8. И в мои планы может входить атака на королевском фланге. За здоровечко белого короля. Берет на Е4. Конь бьет Е4, значит он что-то конкретное здесь нашел. Ладно, заберем пешкой Д. Много болтать не буду, хотя бы следующие пару ходов. Тучки-то сгущаются. Если долбанет С5, то возьму на Е5 и коньер на Д5 закину. На Ф3 с подрывом центра я пойду С5. С5, окей, этот вариант... Конь Д5. По итогу у него здесь чуть получше. Правда, конь у меня очень сильный на Д5. Именно поэтому я разменял своего чернопольного слона на коня на Е5. И поставил блокаду на Д5. Иначе его ладья пришла бы на Д1 и залетела на Д6. С дальнейшими вытекающими. По моему ощущению, у него чуть получше, но позиция у меня довольно легкая для игры. Позиций на доске я не сильно возмущен. Ладья Д1. Выводим слона А6 на более активное поле. Присматриваемся на пешку на Е2. А теперь за здоровье позиций черных. И, кстати, белопольный слон на Ж2 у него немного пассивный. Берет на Б6. И хочет, видимо, А4 пойти. В дальнейшем будет создавать проходную пешку. Слон Д4. Теперь с Е7 пойду и С5 где-то буду иметь в виду. Ф3 начинает подрывать мои пешки в центре. Логичненько. Можем пойти Е3, но тогда и Ф4 закрываю. Но в таком случае возьмем, на взятие пешкой Ф4 был ход. Ну а здесь тоже Ф4 есть. Так и пойдем. Подцепим позицию белого короля. Очень жарко скоро станет. Под МФ4 я создаю для себя тактические шансы в позиции. С другой стороны, я тоже немного ослабляю свою позицию. Очевидно, полка о двух концах. Ж4. Такс, ну ладно, закидываем десантника на Е3. Хотя это может быть немного туповатым решением. Ферзь Е4. Не видел этого хода. Ой, как не вовремя-то. На Ферзь Е5 ладья С3 пойдет. И пешка на Е3 пойдет. Ай-яй-яй, тогда меняем планы. С5. Что-то делать-то нужно. Взять пешкой, либо ладьей. Да, забираю. Пару моих последних ходов были явно неудачными. Ладья Д6. Точный ход. Прямо в кость. С ламбой С7 я теперь не пойду. Эх. Просто ужасную позицию я получил. С ламбой С5. Будем продолжать бороться. Сей4. Ферзь Б6 напал на слона. Но Ферзь Ж5. Нападу на Ладью на С1. С3. Побежала, родненькая. Слона берет. Елки-палки. Зевнула опять. С2. И Ладья С6 просто. Пешка не проходит. Ужас. Единственный шанс у меня остается. Замутить воду. Иначе нам удачи не видать. Забираем на Ж4. Шах на Е6 ушли. Может и получится. Кто ж знает. Так. Ферзь С1. Шах на Аш5. Ой, красота. Нет. Ну действительно, красотища. Если ферзем закроюсь, то он на С1 просто заберет. Ферзя моего. И ферзь С6 связан. Приходится отходить. Ну а здесь слон Д5. Да. Хорошая партия. Хорошая. Очень сильная реализация Даниила. В конце. Начали с поражения. Вот это да. В предыдущем матче с Владом Артемьевым я ушел непобежденным. А теперь в первом же раунде меня в нокдаун отправили. Так что этот матч потенциально будет гораздо сложнее для меня. Есть пока конь С3, конь С6. Классическую сицилианку решил разыграть. Танцом на Ж5 выскочу. Посмотрим, что он здесь сыграет. Ах, он Ж6 здесь играет. Ну ладно. Бахнем на Ф6. И второго слона на Б5. Совсем недавно он точно так же играл в этом варианте, кстати. Рокируюсь. И я на самом деле не знаю, что здесь делать-то в этом варианте. Точный путь игры. Пока конь Е2 пойду, на Д6 прицелюсь. А на слон Е6, конь Е4. Рокируется. Отдает слона. Могу прямо сейчас его отжать. Но, может, не нужно прямо сразу забирать его. Ферзь Д2 пока пойдем. Разобьемся. А может, он просто Ф5 рванет. На пофиг. Ну ладно, продолжим. Усилять позицию. Подведем ладейку Са1. Если заберет моего слона на С3, я возьму ферзем. На взятие на Е4 заберу. На С6, может быть. Пешку я отыграю. А вот конь Д4 прыжок я не видел. И зря. Теперь у него позитурка совсем без проблем получается. Возьму на Ф5, на слон Ф5, слон Д3. Ничего у меня в этой позиции нет. От слова совсем. Слон Ф5, слон Д3. Есть у него здесь развитие вариантов событий. Ф5, думал я, что он все-таки уйдет слоном. Например, на Д7. Но Ф5, очевидно. Привлекательный ход. Теперь конь Ф3 грозит с вилкой. Взять я его не смогу. Король у меня на Ж1 стоит. Ладно, Королькевич приставным шагом уходит в уголочек. На взятие слоном на Д3 придется брать конем. Иначе на взятие ферзем он заберет коня на Ф4. Некрасиво это все. Эх, ну за нашу позицию. Вот, кстати, если говорить в общем и целом об этой позиции. Забирает на Д3, берем конем. Хотел сказать, что от Даниила я не ожидал таких упрощающих ходов, разменов. Все-таки теперь позиции-то упрощаются. Поставим ладейку на Д1. И аннигиляторная пушка по линии Д готова стрелять на пешку на Д6. И в этом иншпильке я расставился даже чуть получше. Пешка на Б2 у меня пока защищена. Конь с Д3 отлично ее держит. Если он уйдет конем, то конь на Д5 у меня залетит. А пешке на Б2 мне беспокоиться не нужно. Слоном он ее уже не возьмет. Да, есть слон А6. Единственный ход за меня Ф4. Чтобы ладейку на Д2 не поймали. Не думаю, что Ф4 за меня настолько ослабляющий ход. Единственная неприятность в этой позиции, что если я уберу своего коня с Д3, он начнет цепляться к пешке на Б2. Однако выбора у меня все-таки, видимо, нет. Придется уходить. Так. Да, давайте конь С1. Нападем на коня на Д4. Ладей 8. Зевнул я этот ход. Не видел. На Д4 я теперь не могу взять. Просто матец прилетит по последнему ряду. Нужно возвращаться. Нехорошо. Теперь падишка у меня явно не лучше. Хотя, может, я и не хуже стою, но как минимум не сильно хуже. Но гениальным маневром конь С1, конь Д3 я дал ему ход в ладей Е8. Аж 4, Ж3. Теперь папашка может убежать на Ж2, в случае чего. А6, и король Ж2. Побежали. На конь Ф5, конь Д5 закину. В ладей АЦ5. Ёлки-палки, в запасе у меня ходов много нет. Вот в чем проблема. Один из моих ходов это А3, и в будущем конь на Б4. Конь Ф5. Ну, а здесь же конь Д5. Ах, тогда ладья Д4. Ай. Переигрывает меня, что сказать. К сожалению. Выбора-то нет. Закину своего скакуна на Д5. А здесь после ладья Д4. Конь Ф2, но я просто пешку ему сдаю. А другого путя-то вообще не видно. Конь Б4, а опять задвинет. Да, без понятия. Вот теперь я точно заметно похуже стою. Мячи в этой партии я буду просто рад. Очень рад. Нужно спасать. Забирает на Д5. Да, это самая безопасная. Вилка конем на Е3. Забираем. И на Б2 забирает. А4, чтобы на А3 тоже не забрал. Ладья С1 нападает на С2. Но на Д6 висит. Так, ладья хватает пешака на С2. А теперь моя коняшка начинает прыгать. Закидываем на Е4. На взятие ладью на H2. Дам шаг. И ладья Е7. С дальнейшим конь Ж5. И на Ф7 у него падет пешка. Честно сказать, непросто ему здесь выиграть. Ладья С7. Да, очень логично. Тогда коня в 6 шажок. Разменялись. В будущем у меня есть план поставить ладью на Б6. И возможно прорываться пешками на королевском фланге. Дает шаг. Ухожу на Ж2. Ладья С6. Ой, как зевнул. Ловит мою ладью на размен. Уйти никуда нельзя. Как я это не увидел-то? Ой-ой-ой. Серьезно. Подтягиваю короля. Хватит ли у него темпов? Ф5. Да, и просто король приходит. Без пешки у меня и проиграно. Да, никаких шансов. Божечки. Как же ужасно-то. Вообще ужас полный. Две партии подряд проиграл. Но он играет очень хорошо. Очень сильно. Но и мне надо просыпаться, не отставать. Нужно мне играть лучше, чем очень хорошо. Это 100%. Конь Ф3, Д5. С4 жертвует мне пешку, но я пойду С6. Укреплю центр. Да, стримером я стал. Забросил шахматы. И, кстати, все подтверждается моим качеством игры. Стал стримером, начал проигрывать. 2-0. Вот куда меня жизнь занесла. Здесь мое будущее. Так, а он же 2 пошел. В чем здесь дело? Куда пойти, куда податься? И теория совсем из головы вылетела. А может и не влетала даже. Не нужно было на этот вариант идти, раз ничего не знаю. Угу. Ладно, треснем пешака на С4. И Ж6. Фенкетируем слонца на Ж7. Да, обычно Даниилу нравится играть такие позиции, каталона, и просто жертвовать пешку на С4. Слона выводим на Ж7. Но вообще, эти позиции рассматривались как хорошие для черных. Правда, недавно белые все-таки смогли найти пути для получения перевеса. Хорошая компенсация у белых получается. В чате говорят, что хотят такой же матч с Алирезой, в Блиц. Пишите в комментариях, хотите ли вы его. Все возможно. Здесь на ход А4 прокинем лошадя на Е4. И на Д6 его переведем. Также заодно вскрываем сильную слонятку на Ж7. Второй скакун вылетает на А6. На Б4 прицеливаемся. На Е5 даже слона в 4 могу пойти. С темпом нападаем на ферзя на С2. Кстати, на Е5 есть и другой ходец интересный. Вот, например, Е5 и конь Ф5. На взятие на С4 ферзем. Как минимум могу слона на Е6 вывести. Но конь выходит на А3. Нападает на пешку на С4. Но в таком случае пойдем... Конь Б4. Вроде бы так. Или все-таки нет. Есть и другие варианты развития событий. Например, слон Ж4, нападая на коня на Ф3. Но тогда ладья Д1, подкрепляя пешку на Д4. Слон Е6 есть ход. Эх, ладно, решаться нужно. Выставим слона на Е6. Да, тогда у него лошадь может поскакать на Ж5, нападая на Е6. Но тогда я возьму на Д4. И на взятие слона на Е6 заберем пешкой. Конь прыгает на Ж5. Ну, поехали в лес за орехами. Забираем пешку на Д4. Да, видимо, уже нужно брать. Да, забираем. И на взятие забираем пешаком. Компенсация у него в этой позиции хорошая. Но не думаю, что позиция у него все-таки лучше. Е5. Скидывает пешку. Ну, хорошо. Думаю, возьму просто. Хороший ходец он нашел. Е5. Сильный тычок. Недооценил я эту идею. Забираем. Если конем заберет на С4, то разменяемся на С4 и коня на С7 поведу. Защищая пешку на Е6. Вроде бы должны держаться. На С6 пойду Ферз Д4. И потом длинная рокировка. Задумался. Да, ведет Данил в матче. И думаю, что его комментарии тоже интересные. Он тоже комментирует на английском языке. Побеждает партии в шикарном стиле и комментирует. Интересно было бы послушать его комментарии. Даже для меня. Ферзь Б3 напал на пешку на Б7. Ну, тогда ладья Б8. И только сейчас слон А6. Но Ферзь Д4 и ход у меня еще остался. По-моему. Напал на пешку на Б2. Ёлки, у него есть удар на С6 слоном с шахом. Забирать нельзя. Ладья на Б8 висит. Но тогда королем на Ф7 убегу. Ладья Е1. Здесь, видимо, тоже на Ф7 нужно убегать. Король Ф7. Ой, на король Ф7. Так стоп. Проблемки у меня образуются. Серьезные проблемы. Да уж, возьму на Б2, идем во все тяжкие. Если он заберет Ферзя, я возьму слоном. И на ладья Б1 отойду. Возьмет на С6 шахом. Но у меня там чуть получше все должно быть. Правда, в районе равенства. Другого пути развития событий за него я не вижу. Ферзь С4. Ага. Решается сохранить давление. Тогда Ферзь Д4. Предложим еще один размен. И Ферзь Е2. Напал на слона на Е5. Аннигилирует по линии Е. Да, вообще без понятия, что мне здесь делать. Ну, хорошо. Попробуем упростить немножко. Заберу на 1. Отдам Ферзя за 2 ладьи. На слон Ф4 с нападением на коня на С7 у меня есть ход Е5. И все мне должно быть неплохо. Да, Е5. Разменяемся. И король Д7. Таким образом защищаю ладью на Аш8. Ладьи начинают взаимодействовать по восьмому ряду. Слон А6. Вау. Не идет ни на какие размены. Но здесь-то Е6. Логичное решение от него. Не упрощать позицию. Но здесь-то у меня хуже не должно быть. Король Д7. Слон Аш3. Ладья Е8. Укрепимся. И конь Д5. Ладья Е7. Тут у меня позитулька явно лучше. Перс Ф3. Король Ц7. Или... Эх, слон Ж5 грозит. Неприятный ход. Ладно, уйдем. Времени на философствование у меня нет. Просто ладья Е8. Пожертвуем качество. И Е4. Все еще очень у меня солидная позиция. Да и материала чуть побольше. Шажок. И конь Ф5. Пешек готовых рвануться вперед у меня очень много. Разменный Ф5. А здесь ладья Д7. Ничем уже не рискую. А6. Забрали на А5. И ладья Д5. Защитим пешку на Ф5, но выиграть здесь будет тяжело. Очень тяжело победить. Нужно слона перевести. А5 жертвует пешку, но я могу просто отойти. И пешка на А5 останется слабостью. Виду слона на Б8. Шаг отошел. Потом отберу пешку на А5. И должна быть победа. Король Ф2 повели. Опа! Слон С5 же. Ферзя у него выиграл. Уф! Ну что, счет 2-1. Не в мою пользу. Первые две проиграл, а эту выиграл. Возвращаемся в игру. Далеко не самая чистая партия по исполнению. Но победка есть победа. Е6, конь С3. Шлепнем на Д5. И чего это мы здесь получили? Заберу пешака на С5. И эти варианты обычно для белых получше смотрятся. Правда, может он что-то конкретное знает. Но молчит. Так, куда лошадя повезти? На Е4? Либо на А4? Вроде бы на А4 ходит. На взятие на С5 забираем. И на шах ферзьем закрываемся. Забирает коня на С5. Е3. Начинаем подрывать центральную пешку черных на Д4. Кстати, сегодня этот стрим сам настроил. Удалось. А то ребятам из чатика что-то не нравится. Вот в чем причина. Конь Ф6, Даниил, пошел. Надо думать. Без понятия, почему он добровольно пошел на этот вариант. У белых здесь обычно лучше. Ну ладно, заберем на Д4. Обычно любые размены мне на руку, так как с ним я всегда рад перейти в Эншпиль. Задумался, есть над чем. Есть здесь один вариант. Забрать коняшкой на Д4. Но тогда ладья С1. И на взятие на Ф3 с шахом. Ферзь берет на Ф3. Ферзь Е7 с шах. Тогда ферзь Е3 могу пойти. Перекрыться от шаха. Позиция у меня будет чуток получше. А, у него есть начало шах на Е7. Да, значит тогда нужно брать. Могу дать слон Б5 шах, но тогда... Тогда слон Д7. Ферзь Е2 шах. Тоже у меня должно быть получше, нет? Думаю, что должно быть. Шахецкий. На ферзь Е4 могу даже забрать на Д7. И потом слон Е3 пойти. Королек-то будет голый в центре. Совсем небезопасно. Ферзь Е4. Забираем. И слон Е3. Все идет по плану. Ферзь Б4 шах. Просто уберу короля на Ф1. Если у него быстро не получится разменять ферзей, то его король останется в плохом положении. Очень опасно будет все для него. Большие проблемы его ожидают. Не вижу я, не вижу. Конь Д5. Просто ладья Д1. Подвязываем коня. А дает шаг на Б4. Но тогда приставным шагом уходим королем. И как можно заметить, черный король на Д7 сильно хуже защищен, чем мой король на Ф1. Так что, думаю, в этой партии дела складываются в мою сторону. Но правда, если Даниил такой позиции и хотел, то у него все отлично. Особенно учитывая его огромную харизму и очень интересный стиль игры для зрителя. А также исключительную шахматную мощь. Так, ладья Д8. Хочет спрятать короля. А вот такой вопрос. Могу ли я взять пешку на А7? Могу, не могу. Тогда Б6 пойдет. С идеей поймать моего слона. Но могу А3 пойти. Не знаю, Ферзь А5. Ладья Д1. Тогда король налево побежит. Да, видимо, лучше не надо брать. Не надо. А вместо этого мы, видимо, лучше пойдем ладья С1, с идеей отрезать короля. Чтобы голубчик уж точно не убежал. В дальнейшие планы входят пойти А4 и прокинуть ладью на А3. Таким образом ее разовьем. Так, за интересную игру. Ладья Е8. А4. Пишет он в кофте балансиага. Вот это шок. Он в кофте, которую он всегда носит. Тем временем ладья Е6 на доске. А кстати, вот что он хочет. Короля повести на Е8. Проглядел я этот ход. Ай-яй-яй-яй. Не самым точным образом я все это разыграл. А3 пойдем. Прогоним Ферду с Б4. Правда, ход А3 скорее ради хода. Просто альтернатив у меня немного. Отходит на А4. Эх, ну что я делаю? Правда, может ничего решающего и не было, но все же. Паучье чутье мне подсказывало, что что-то быть должно. Ладно, и опять, альтернатив нет. Заберем пешку на А7. Разменяли Ферзей. Бьем на Д8. И в конце варианта бахаем пешку на А7. Немного подкрепимся. Однако по очучениям он здесь должен уравнять. Конкретными ходами. Ну и тут я думаю, Б6 ему нужно ходить. Тогда слон Б8. Надо убегать. Иначе поймают слона. Так, Б6. Побежали. Ладец И6, видимо. Теперь ладья грозит прилететь на первый ряд и забрать мою ладью на А1. Поэтому Ж3, чтобы на Ж2 спокойно уйти. Или нет? Так, так. Нет, нет, нет. Или да, да, да. Ж3, конь Ж4. А, ладец С2. Ну и здесь я слона вывожу. И на Д4 ставлю. Защищаю пешку на Ф2. Также вторым глазком прицеливаюсь на Б6. А вторым защищаю на Ф2. По времени стоим неплохо. У него 20 секунд, у меня 35. Время. Кроль Д7. Ну и мы тогда папашку на Ж2 подтянем. Без понятия, в чем смысл был хода Кроль Д7. Теперь-то у меня уже получается сконсолидироваться. Да, получит он хорошего коня на Ж4. Или на Е4. Реализовать мне будет не так легко, но все же. По позиции у меня дела явно лучше-лучше. Король Ф3. Грозимся увести лошадь на Е4. Ф5. Привязали скакуна. А развязаться-то мне как в этой позиции? Не так уж просто. Так, может ладейку перевести? Ладья Д3. Не уверен, правда, в полезности этого хода. Но как минимум это ход вперед. Хотел ладью перевести. Так, сначала уберу короля. И на Б3 поставлю ладью. Слон Е3. Нет, давайте ладья Б3 сразу. Тогда никаких коневых вилок не будет. И прогресса мы какого-то достигли. Напали на Б5. Черные защитились конем. Тогда уводим слона. Нападаем на А6. Пристаем к пешкам. Так, теперь слон Ф4. Каждым ходом нападаем. Опа, конь С4. Я думал на Е4 пойдет. Здесь-то уж я просто забираю. И шажок. Должно быть выиграно у меня. Но не так все просто. Слон Е3. Ой, время! 0,2 секунды осталось. Чуть флаг не уронил. Конь Д1 нападает на слона. Но слон Д4. Ладья Б4 защитились. И побежала родимая. По линии А. Быстрее нужно играть. Быстрее. Уф. Вот это напряжение. Пару тысяч вольт. Шахинский на Д4. И ладья С4. Напали на коня. Конь Д5. Шах. И наконец побежал король. Поближе к кухне. Король Е2. Бежим дальше. На Д3 нельзя. Там вилка конем на ладью и короля. А здесь на Д2 бежим. На Ф2 защищено слоном с Б6. Конь напал. Ушли. Ладья А4. Ну а теперь активизируем короля. Гиперактивный король. Все, у меня защищено. Я должен побеждать. Шах. Уйдем на А3. И теперь слон Д4. Конь Б4. Пропишем шах на Ф6. И откушаем ножу 6. Конь С2. Вилка. Тогда пойду король А2. И нападаю на ладью на Б1. Слон Б6. Защитились. Шах конем. Снова подходим королем. Шах. Король С4. Напали на ладью. Забирает. Да, есть вилка на Е5, но проходит ферзь у меня. Не остановить. Победа. Вот это да. Полного контроля в этой партии от меня не было. Чуть по времени не проиграл. Да, последняя партия вообще вышла из-под контроля в конце. Чуть флаг просто не уронил. Счет у нас сейчас 2-2. Сравнял я. Так, здесь Конь Ф3. Е6. Берем под контроль центр. Слон Б4 шах. И Коняшка встает подразмен на Д2. Да, пока что в этом матче я не могу сыграть на свой уровень. А в этой партии я что-нибудь эдакое разыграю. Д6. Поменяем стиль. Ж3. Хочет фианкетировать своего белопольного слона на Ж2. Рокировка. Слон Ж2, и у белых здесь делишки получше выходят. Из дебюта. А мне-то как развиваться? Ну, вывести лошадя на Д7 никогда не ошибка. Так и попробуем. Рокировка. Если Е5 долбану по центру, то Конь Б3 какой-то ход у него есть. Ух, как интересно-то. Так-так-так. Да, теперь-то мне что делать? Если опять пойти по краю, то даже Конь Б1 у него есть ход. Ой-ой-ошеньки, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Эх, придется мне все-таки по центру бить. Е5. Не очень красиво это все смотрится, но выбора немного. Всяко он своего коня переведет на Б3, но в таком случае придется взять на ДЕ4. На Е4 Конь Ж5. Д5. Заберет пешкой на Д5, тогда ладья Е8, защищая пешку на Е4. Но тяжело в это все верится. Да, брать обязан. Позиция у него будет чуть лучше. Забирает пешкариуса на Д4 и подводим ладейку на Е8, центрально. Сейчас смотрю, а позиция-то у него сильно лучше, чем просто немножко получше. Хотя, может, я и драматизирую. Не так все плохо. Если захочет мою слонятку за Б4 прогнать, то пойду на С5 и взять себе конем на С5, заберу пешкой. А на Ферзь С2 коня могу централизировать на Е5. Погодите-ка, Конь Е5. Уф. Надо пораскинуть мозгами. Да, просто неприятную позицию получил. Елки, больше чем в два раза по времени отстаю. Тут уже никакой турбо-режим не поможет. Надо ускоряться. Если пойдет А3, то заберу на Б3. После взятия на Б3 слон С5. И взятие конем на С5 заберу пешкой на С5. Стоим все еще похуже. Да, как черепаха я немного играю, но минутка еще осталась. Так что ничего критичного. Но в общем... Но в общем, в партиях нашего матча он по времени меня все-таки опережает. Явно это не лучшую сторону для меня играет. Вообще, такие позиции для черных просто смотрятся гораздо хуже, чем они на самом деле являются. Да, у него есть преимущество двух слонов, а у меня кони слон, и плюс пешечная структура у меня поломана. Однако, с другой стороны, в этой позиции у меня простая игра, и никаких больших проблем. После ферзии Семен может Е4 пойти. А вот какие действия от меня требуются после Е4, вот в чем вопрос. Так, посмотрим. Е4. Возьмем конем, тогда ладья Е1, слон Ф5, Ф3, конь Д6, ферзь черных и ферзь белых висит, и все вроде бы неплохо. Правда, вместо Ф3 он может слон Б2 поставить. И коня на Е4 развязать будет не так уж и просто. Ладно, отбросим лирику, он пошел ладья Е1. Е4 не задвинул. Не будем больше тратить времечко на этот вариант. А вот, кстати, ладья Е1 немного неприятно. Коня попробую на Е4 закинуть. И моя позитура здесь все-таки хуже, чем я рассчитывал. Слон Б2 развивает слона на большую черную диагональ. Ну а мы выведем белопольного слона на Ф5, подкрепляя коня. Хотя, может лучше на Д7 его, и переведем на С6. Противопоставить его сильному слону, белых на Ж2. Ф3 где-то ему нужно будет играть, прогоняя моего коня с Е4. Ладья Д1. Подули вторую ладейку центрально. Ну и, кстати, не очень аккуратно он последние ходы делал. И теперь на Ф3 конь Ж5. И на Е6 в дальнейшем его переведу. Ваше здоровье. Ну что, тихим сапом мы идем к уравнению позиций черными. Но даже если и не к уравнению, то делишки у нас будут более-менее в порядке. Спасибо зарядке. А после уравнения в какой-то момент можем и перехватить инициативу у белых. Ладья Д3. Хочет собрать аннигиляторную пушку по линии Д. Ну а мы будем щекотать пешки на ферзевом фланге. А4 уже гаражу. Видимо, будет сам блокировать, А4 пойдет. Да? Тогда центрально, ладья Д8. Консолидируемся. В Б6 могу пойти, защищая одиноких воинов на С5 и на А5. Скорее всего, сейчас мы увидим много разменов по линии Д. Ага, А4. Окей. А6. Откроем форточку для черного короля. В случае чего, через окно сможем выбраться. И подменяемся на Д3. Для себя я плана не вижу, кроме как поменяться. Так, ладья Д8. Предлагаем еще один размен. Ферзь Д2. Ну, забираем. И коня закидываем на Д4. Теперь на взятие слонов на Д4 я могу пойти в ферзь Д6. И слон из Д4 отойти не сможет. Позади висящий ферзь. Ну что, товарищи, теперь наши позиции крепки. Вопрос в том, могу ли я здесь давить на победу. Ферзь Д6. Да, тяжеловато здесь будет играть на победу. Король Ж2. А если тут какие-то тактикульки? Видимо, нет. Так что время мы терять не будем. 9 секунд всего. Слон Д7. Нет, слон Е8. Будем наваривать время. Каждый ход я получаю 2 секунды. Слон С1. Ай-яй-яй, хороший ход. Ладно, давайте меняться. Что-то делать надо. Слон Ф4, напал на ферзя. Отойдем. Напряжение 10 тысяч вольт. Да и время убегает. Слон Ф1. Возвращаемся конем. Нападаем на слона на Ф4. И ферзь Д6. Размениваемся. И выправляем свою структуру. Разменялись. Ну а по ощущениям теперь ничья должна быть. Король Е7. Да, у него есть 2 слона, но позиция у меня уж настолько солидная и крепкая, что не знаю. Да, именно позиция моя крепкая, а не я. Так, слон Ж2, король Д7, король С3, конь С6. Е5. Ага, разменчик он хочет. Ну давай. Возьмем и обратно. Е6. Отдает пешку. Ну. Без понятия зачем. Этого явно можно было избежать. Ж5. Нервишки-то у него немного сдают. Так, не хочу брать пешка Ф на Ж5, но... Не вижу другого. Ладно. Взяли. Надо было сначала слона убрать. Так, а здесь слон Д1. Привяжемся к пешке на Б3. Ф5. И да, ничья, скорее всего. Но я еще попробую помучить. Слон Е4. Так, а теперь слонятка отбежала. И Ф4. Садей Ж4 задвинуть. Ф5 взяли. Активизируется король. И Ф3. Да, не думаю, что у меня здесь что-то получится. Не видно. Но пока побегаем, попрыгаем. Слон на С6. И побежали королем. Да, ничья. Если я побегу поближе к своей пешке, то он вернет слона на С7. И просто съест все мои пешки ферзевого фланга. Окей. Прошлая партия, первая ничья в матче. Пока что счет матча равный. 2,5 на 2,5. Здесь у нас сицилианская защита, я пойду слон Б5. Более закрытые позиции с ним буду разыгрывать. Конь Д7. Ничего себе. Рокировка. Ну давай, давай. Посмотрим на его идейки здесь. С3. Ну, в этом варианте сицилианской защитой у меня была партия с американцем Джеффри Шонгом. Белыми фигурками мне удалось получить хорошую позицию. И вот, кстати, нужно было мне изучить этот вариант после той партии, как он мне попался. Но я, к сожалению, ничего здесь не изучил. Ах, вот как. Рокировку они играют. Такой ход я точно уже видел. А соперником у меня был Гири, вроде бы. Ладно, ладья Д1. Центрально подведем ладейку. Да, кстати, тем, кому не очень понятен счет, он здесь, справа надо мной. Белые цифры — это те партии, которые мы играли давно. А синий — это именно наш сегодняшний матч. И общий счет 2,5 на 2,5. Сейчас на нас прямом эфире 15 тысяч человек смотрят, и у меня есть целых 2 модера, которые следят за порядком в чате. Пожелаем этим двум счастливчикам удачи. И ферзь С7. Уводит ферзя из-под рентгена ладьи на Д1. Да, если у нас будет 3 модератора на канале, то это будет для меня персональный рекорд. Так, а на ферзь С7? Конь Д2 могу пойти. Подключаем мозговую активность. Может в центре что-то сделать? Может Е5 напрямую долбануть? Прямо в кость, по центру. Жестко. Если конь Д5, то С4. Еще дальше давим. Ну, почему бы и нет. Поехали. Чуть-чуть упростим позицию. На взятие пешкой на Е5 у меня позиция должна быть чуть получше. Он же уводит коня в стойло на Е8. Ну ладно, слоняткой прыгнем на Ф4. И ход конь Е8 на самом деле выглядит немного излишним для меня. Берет на Д4, забираем пешкой. Да, моего дружа не Асиоса сегодня нет, поэтому мини-бар у нас полный. Да, и только сейчас выводим своего лошадя на С3. Я как раз ждал, когда поле на С3 освободится от пешки, и теперь конь развивается на самое активное поле на С3. И в общем... В общем, по ощущениям у меня в этой позиции получше. Ферзь отходит на Д7. И давайте попробуем навести суету на королевском фланге. Аж 4. Конь С7. Такс. Есть вариант централизовать свою лошадку на Е4. Правда, он может взять пешку на Е5, и после ДЕ конь Б5. Ой, извиняюсь. Ферзь Б5. Ох, что эти стрелочки мои любимые? Да, неприятненько, что это взятие находится. Видимо, мне поточнее нужно было играть. Что ж поделать-то теперь? Да. Да, ну просто ни на что уже не могу претендовать в этой позиции. Вот так разочарование. Закидываем коня на Е4. На авось. Не могу больше думать. Хватит думать, надо действовать. Конь Д5 нападает на слона на Ф4, нужно отводить. Правда, на Ж3 он будет совсем уродливым. Ну, хотя бы по черной диагонали будет работать, и конь Д6 где-то сможем закинуть. После взятия на Е5. Так что оставим его на этой диагонали на Ж3. Взяли-взяли. И вот, кстати, он конем с С7 ушел на Д5. И теперь ферзь Б5 он уже никак не сможет пойти. Ферзь будет висеть. А это мне в копилочку. Ладья Д8. Так, а мы пока что... Закинем коня на Д6 или нет? Турборежим уже стоит подключать. На минуту у меня меньше времени. Ладно, ладья Д4. И будем аннигилировать по линии Д. Вторая ладья придет на Д1. Старое доброе. Когда без понятия, чем ходить, то просто централизуйся. Также ладейка может подключиться к атаке. На Ж4, например, перепрыгнуть. Например, после того, как конь идет на Д6. Либо на Ф6 его можно закинуть. Ладья Ц8. Ладья Д1. А теперь полетели. Десантура высаживается на Д6. Конь Ц8. Хочет выбить моего коня с Д6. Однако этот ход я не считал хорошим. Правда, не вижу, почему. Ну ладно, признаем ошибку. Возвратимся на Е4. Конь Б6 и конь Ж5. На этой стадии я уже просто начинаю швыряться фигурами. А6 напал на коня. А ну-ка, Ферсаж 5. Вообще все равно на лошадь. Забирает лошадя, заберем пешкой. И, видимо, ничего не проходит за меня. Я хотел кони в 6 шаг делать, но... У него есть ладья Ц4. И теперь моя ладья не сможет прийти на А4. Он ее всегда разменяет. А вот без хода ладья Ц4 я должен был побеждать. Правда, это еще найти надо. Ферзь Ц8. Да ну. Просто конь Ф6 же шаг. На конь бьет Ф6 у меня есть взятие ЖФ. И на ладья Д4, ладья бьет Д4. Все работает. Шаг на Ц1, ладья я просто выйду королем. А мой атакующий потенциал сохраняется на королевском фланге. Комбьет Ф6 и забираем. Ладья бьет Д4 возьмем. А, сначала ладья Ц1. Неужто у него все срастается. Ах, и времени нет. Ладно, король А2. Ладья БД1, ладья А4 есть ход. Жертвуя ладью. Но матую. Так, а ну-ка. Отдают ладью на А1, заберем. Так, ушли. Ой, на А6 идет ферзем. Ну тогда возьмем слона. Теперь напали на ладью. Ладья отходит. Ну а здесь забираем ферзя. Чистая победа же вроде. Слон А4, защитили проходную. И слон Ф6. Аш5, шажок и забрали на Ф7. И ладья Ф8. Конь Ц7, начнем подводить папашку. И победка. Король Ж6, Ф4. Две лишние пешки и выигранная позиция. Да, сдался. Ой, но в таком стиле обычно он меня должен побеждать. А не наоборот. Ох и веселая атака была в прошлой партии. Счет я перенял. 3,5 на 2,5. А здесь у нас Д4, конь Ф6. Видимо все подходит на круги своя. Я снова буду страдать в Каталоне от Даниила. Разовьем слона на Д6. Слон Ж2, аркировка. И А6, попробуем вот так. И А6, попробуем вот так, чтобы его слонятка на Ж5 не высла. ФСЦ2 и конь Ц6. Что-то подобное против меня уже разыгрывали, помню. Он же ходит, конь Д2. И Е4 хочет по центру вдарить. Неприятно. Да, что делать-то непонятно. Хотя вопрос нужно поставить по-другому. Что мне не делать? Наверное не играть, это тупые варианты, которые я разыгрываю. Ну ладно. Разбудим ладейку с Ф8. Центрально ее выведем. И Б3. Ну хорошо. Ну, здесь-то у меня Е5 вот появляется. Взорвать вообще весь центр. Знаете что? Да поехали. Слишком много думать над этим даже не буду. Главное не слишком долго думать. Слон Б2. Просто развивает слонятку. А что? Логично. Могу взять на Ф3, тогда он возьмет слоном на Ф3, и я закину своего диверсанта на Аш3. Не уверен, правда, насколько вся эта операция мне нужна. С другой стороны можем и на С4 ударить. Правда, чуть похуже я тогда встану. От другого-то и не видно. Ладно, ударим. Взять я слоном на Е5 за него здесь, видимо, точный ход. Да. На конь Е5 я мог взять на Б3 в промежутке. А здесь нужно забирать. Конь С4 напали на ладью, ладья Е8. И следующим ферзя поставим на Е2. Пушечка по линии Е готова. Будем давить на пешку на Е2. Крепко расставились. И да, Даниил тоже стримит этот матч с комментариями, но на английском. На английском канале ЧАС-24. На Ютубе. Не видя его, я все-таки надеюсь, что его настроение сейчас изменилось. По сравнению с первыми двумя партиями, где он меня обыграл. И вот, наконец-то, в предыдущей партии я вырвался в лидерство. Спрашивают, что я там пью. Да все просто как велосипед. Старый добрый ром без сахара и кока-колы. Ой, то есть кола без сахара и рома. Что ж я говорю-то? Вот как оно. И пока я рассказывал увлекательнейшие подробности, я совершенно не заметил, что он не ладья Д1 пошел, а Е4. Рассчитывал на ладья Д1 сначала. А здесь уже Е5 задвигает, и нужно лошадя прятать. Уберем его на Д7. Нападем на пешку на Е5. Ф4 укрепляет центр, но тогда конь Б6. Вроде бы. Крепенько сыграем. На конь Е3 пойдут С6. Чтобы его белопольный слон Ж2 не стрелял. Правда, в общем и целом, позиция белых на капелюшечку получше. Конь Е3, С6. Обычно у белых здесь не такое большое преимущество. Правда, он за последние пару ходов большой прогресс сделал. Но все же. Слонца на Д7 поставлю. Если на Е6 бы ставил, то и в 5 мог пойти. И пока он ничего смертельного не придумает на королевском фланге, я могу поставить ладью на Д8 и убрать своего слона на С8. Развиваясь. Все у меня должно быть хорошо. Тяжело увидеть в забилах какой-то настоящий прорыв. Да и плюс ко всему, мы две пары легких фигур изменяли. Что само по себе играет мне на руку. При упрощении позиции. Ферзь Д2, ладья Д8. А вот он Ферзь А5 хочет как раз пойти. Привяжется к пешке на А7. Не думаю, что меня это сильно заботит. На Ферзь А5 пойдем. Слон Е6, может быть. Да, в таком случае он, правда, может просто отжать пешака на А7. Да, глупо все это выглядели, думать после хода Ферзь А5. Ведь очевидно, что это была его идея. Я это даже видел. Немного я был не уверен в своем плане. Ладно, конь С8. Защитим пешку на А7. Держим давление в позиции. Держим напряжение в позиции. Текс, и на ладья Д1. Слон Е6 ведь. Могу, не могу? Скорее всего, нет. Так, что-то я в позиции накуролесил маленько. Пойти же 6 и потом, слон Е6. Чтобы Ф5 где-то держать. Поставить Ферзяна опять, сильный маневр он нашел. Ф6 может пойти. И вроде бы это то, что мне нужно. Давайте попробуем. Подорвать цепочку пешечную. Брать нельзя, на Е3 конь зависает. В чате на твиче не пишите возможные ходы, а то забаним навсегда. Но в ютубе пишите любые ваши комментарии. К вам это не относится. Конь С4, и давайте пойдем в слон Ж4. Пойдем на ладью на Д1. Берет на Д8. А чем мне брать? Ферзем взять и разменять ферзей? Либо ладьей. Давайте-ка ладьей, напряжение подержим. Забирает на Ф6, могу даже пешкой взять на самом деле. Правда уродливо все это выглядит. Ой, 8 секунд всего осталось. Надо ускоряться. Уже времени не для философствований. Заберем ферзем и слон Е6. Ф5? А в чем смысл-то? Слон Д5 же просто. И теперь конь на Е5 подвисает. Глупо смотрится ход Ф5. Я и так и так хотел слона своего на Д5 поставить. Да, наделал он делов здесь под конец. Теперь у него позиция даже не лучше. Конь Ж6, пропишем шажок на Д4. Проверочный. Ладья Ф2 и заберем на Ж2. Так, а нужно ли мне смахивать ферзей с доски? Да, хотелось бы. Упростим немного игру. Мне нужна именно та позиция, которую я могу играть с парой секунд. Король Ф7. Подтягиваем папашку в центр. Продладей 2. Отрезай короля. И как мне выбежать-то теперь? Ладья Д8. Ладья Е8. Попробуем разменяться. Может и так. Да, теперь конь Д5. Ладья Д6. На конь Д5 ладья Д7 будет шах. Неприятно. Вообще неприятно. Шах на Е3. Король Ф4, но тогда по второму ряду. Ладья Д8. Шах могу дать на Д5. Централизовать коня. Ой, король Ф3 же есть ход. Еще шажок. И возвращаем ладью. На шах начнем активизировать короля. Шах и побежали. Сильно хуже у меня позиция стала. Аш-5. Начну подрывать. Взял. Висит на А7 пешка. А5. Даже на Ф5 не могу забрать, так как на Ж7 висит. Правда, ему будет нелегко выиграть эту позицию. Ладья Е4. И берем на Ф5. Король Ж3 шажок. Ладья А3. Шах король Е4. Берет на С6, но я беру на Аш-2 и заберу на Аш-5. Теперь хорошие шансы у меня свалить на ничью. Конь Е7, и вроде я могу разменять ладьи. Если заберет на Аш-5. Так, шах. Король Е3. Может, смогу его короля к стенке прижать. Так, шах конем на Е4. И на Ж5. И король Ф3. И как ему выбираться-то? Матую просто. Да, шах на Ж4. И конь Ф2, либо конь Ф6. Да, здесь конь Ф2 и мат на Ж2. Поймал королька, поймал. Сумели навести суету. У меня всю партию переигрывал. А потом я просто был быстрее в конце. Но в конце прошлой партии я сумел навести суету в конце. Всю партию он меня там переигрывал. Но сумели отскочить. Счет 4,5 на 2,5. Чуть быстрее я сыграл и победил. Но в этом ничего зазорного нет. Так что, не думайте. А здесь у нас ферзевый гамбит и конь С3. С6. Весь пойдем Е3, покрепче. И Б3. Поставим чернопольного слона на Б2. Такую структурку мы с ним уже играли. Много-много лет назад. На чемпионате мира по Рапиду и Блицу. Выводим слонца на Б2. ДЦ, ЕД. Да, во время чемпионата мира по Рапиду. Точно играли. Конь С6. И может быть мы вообще точно такой вариант играли. Прям точь-точь. Все может быть. Развиваем лошадя на F3. Недавно обсуждали, что мини-бар у меня полный, так как моего друга Асиоса нет здесь. А вот я его увидел в чате. Развлекается, сидит из дома. Команды разные настраивает в чатике. Слон Б4. А3 или не А3? Вот в чем вопрос. Нет, ну я прям чувствую, именно такую позицию мы с ним тогда и разыграли. На чемпионате мира. Пока вторую слонятку выведем в игру. Подготовим маркировку. Слон Д3. Конь Е4 и на этот ход я рассчитывал пойти. Надеялся даже пойти в ферзь С2. После ферзь С2 должно же все срастаться. Вроде бы. Хотя вот я бы не был так уверен в этом ходе. Дело в том, что ходом конь Е4 он напал на коня на С3 второй раз. А он защищен только слоном с Б2. Есть ход ладья С1, защищая коня. Ага. Ну видимо так мне и нужно играть. Обязан просто ладья С1. А может даже и ферзь С1, укрепляя коня. Проблемка. На ферзь С1 он шарахнет своим конем с Е4 на С3. И после сломбь от С3 он заберет пешку на С4. ДС. Я заберу БЦ. И конь Д4 мне прилетит. Пешку просто выиграет. Если я заберу коня на Д4, он заберет ферзем на Д4. И как уклониться от этого прямого удара я и не вижу. Ну раз не видим, то придется отдавать. Ферзь С1. Целую минуту просадили. На ферзь А5, нападая на коня, мне нужно будет брать на Е4. И после ДЕ пойти А3, прогоняя слона. Доставляя его определиться. Ну или конь Д2, перекрывая связку на короля. Спрашивает, что там с хаммером. Ну а что там с хаммером-то? Вопрос. Так, забирает на С3. Ну берем. И ДС у него все еще ход Е есть. Опаньки. Опа, пулечки. Ферзь А5. Вообще не видел этого хода. Полторы минуты просчитал все варианты, кроме этого. Самое очевидное я вообще не видел. На. Если забрать слона на Б4, то он заберет конем. И там мне скорее всего кирдык будет. Поэтому король Д2. Защищаю слона на С3. На. Снова меня занесло в дебюте. Вообще в этом матче он сильно лучше, чем я играет в дебюте. Моя единственная надежда здесь, это на А3 размен. Если он поменяет ферзей, то я заберу королем на С3. И получаю активного короля в эндшпиле. Но если ферзики не поменяются, то поставим ладью на Д1. И папашка ножками побежит на королевский фланг. Прятаться. И тут все правильно. Ладья Д1. И по идее в этой позиции проблемы у меня временные. Так что если он сразу нокаутирующего удара не найдет, то я выкручусь. Ферзь Ф4 шах какой-то дал. Без понятия, что это за шах такой. Может Е5 хочет? Рвануть. Тогда конем заберу. Фигуру разменяем. Конь Е5. И вот конь Е5-то ход гнилой, так ведь? Нехорошо для меня. Такс. Да, ничего хорошего от конь Е5 не жди. А конь Е5 он конем на Д4 возьмет. Меняться, естественно, не будет. Если я возьму на А7 шахом с идеей забрать коня на Д4, то тогда он в будущем пойдет ладья Е8, и дела у меня будут совсем дрянь. Поэтому берем именно пешкой. Ой, слон Ж4 же ход. Ё-моё. Я тут рассчитал один вариант, но и теперь он вообще не работает, оказывается. Позитура для меня теперь действительно дрянь. Сильно хуже стою. Абсолютно у меня переиграл в этой партии. Полностью. Ой-ёй-ёй. Вообще может просто взять слоном на Ф3. И все. Так, телепатия работает. Берет конем на Е5, и я беру на Б7. Иначе я буду стоять сильно хуже, и даже пешки не будет лишней. А здесь хоть пешак лишний сохранится. Покупаем проблемы за пешку. Ладья на А8 под боем, поэтому думаю, ладья Е8 пойдет. Но нет. Конь Ж4. Напал на мат на Ф2. Так, ферзь Ж3 есть ход, защищаясь. Но тогда он шлепнет на С4. Вот в чем его идея. Так, ну в таком случае ферзь Ф3. Ах, ну здесь я на ладья Е8 проигрываю. А он берет на С4. Ладья ФЕ8-то побеждала. Заберем ладью. И теперь на шах ладей на Е8, просто король Д2. И где моток-то? Матильда Ивановна. После ладья ФЕ8 я должен был проигрывать. А здесь Матильда Ивановна-то уже отчалила. Пишите письма крупным почерком. Пишни Шах, конечно, может поставить, если захочет. Но большего я и не вижу за него. Ладья Д8-шах. Уходим на Е1. И, видимо, вечный шах. Король Д2, возвращаемся. Выбора у него, видимо, нет. Нужно сделать ничье. Да, к сожалению. Для него. Шах убежали. И боевая ничья. А побеждал он после моего хода к ферзь Ф3. И шах ладья Е8. После короля Ф1, конь бьет А2. Вилка на короля на Ф1. И на моего ферзя на Ф3. Здесь я проигрывал. Да, перешагнули мы через половину. Счет 5-3. Ну и что сказать, пока... Неплохо. Д4, конь Ф6. Развиваем коня. Д5. С4 предлагает жертву пешки, но пойдем Е6. Мое мучение к каталонским началам продолжается. Да, Ж3 и слон Ж2. Рокировка. Забираем на С4. ФС2 и Е6. Центрально подводит ладейку. Ладья Д1. Вот так значит можно, да? Ну ладно, тогда пойдем Б5 и не отдадим пешку на С4. Да, конечно, в этой позиции у него много компенсаций за отданную пешку на С4. Но пока что у меня просто лишняя пешка. А другой меня в этой позиции сильно не волнует. Так, здесь после прыжка коня на Е5 могу же просто С6 пойти. Ладья на А7 атакована слоном Ж2. Если он решит взять на С6 и отыграть пешку, я думаю, у меня проблем не должно быть. Хорошая пешечная структура и никаких слабостей. Так, ну а здесь после хода Б3 мы перешли в один из вариантов, которому черный в принципе все неплохо. Конь С3. Могу лошадя Б на Д7 развить. Есть ли в этом смысл? Ну, должен быть на самом деле. Конь Д7 заберет на С6 пешку, но тогда я возьму и после взятия... Слоном с С6 он нападет на ладью на А8. Но тогда ладья С8, ладья неприятно рентгеном встает напротив ферзя. А если слоном возьмет на С6, то тогда ферзь С8. Проблемок у меня не должно быть. Ну, а раз все срастается, почему бы и не пойти? Пойдем, Конь Д7. А пока Даниил думает, пишите в комментариях ваш уровень игры в шахматы. Будь это 4, 3, либо 2 разряд. Также можете написать ваш рейтинг в интернет-шахматах. Было бы очень интересно почитать и понять, какого уровня примерно у нас аудитория по шахматам. Ну, а мы продолжаем. Думает Даниил, но я думаю, что он слоном бахнет на С6. Ага, Конь Е4. Пока что не торопится он с конкретными действиями в этой позиции. В этой позиции у него не хватает одной пешки, но он борется с перевесом за пазухой. Ему нужно доказать, что за эту пешку у него компенсация хорошая. И то, что он делает, более чем логично. Пока что подведем ладейку на С8. Есть у него ходец, Конь С5. Тогда могу взять на С5 и после ДС уйти ферзем на С7. Но тогда слон Ф4 и Ж5. Ну, полетели. Берем. Вполне нормальный для меня вариант. Правда, он может слона и на Б2 поставить, на большую черную диагональ. Тогда я пойду ладья Д8, продолжаю развитие, но... Слонятка на Б7 у меня как угол в 140 градусов. Тупой еще тупее. Одно радует, что поле Д5 для моих фигур есть, и Конь может прийти с Д5 на Б4. По моему мнению, позиционная компенсация у него есть, но я не думаю, что у белых позиция лучше, чем у черных. Да, авантюрный ход слона Ф4 в этой позиции есть, но даже зная его любовь к жертвам, слона Ф4 было бы слишком даже для него. Поэтому отбросил он своего коня на Д3. Вот, кстати, очень даже многообещающий. Который я, кстати, зевнул. Вообще не видел его. Эх. Ладья Д8, и теперь он сможет на Ф4 слона вывести, нападая на моего ферзя на Ц7. Крайне неприятно. После слона Ф4 придется ходить в ферзь Д7 и переводить свою ферду на Е8. Стоим крепко, но дело в том, что именно стоим. У слона на Б7 явно острый приступ к клаустрофобии. Упирается он в слои за пешки. Может, Б4 зажать в тиски, чтобы я никогда больше опять не пошел. И пешка на А6 была слабая. Слон Д2. Слон Д2 всеми силами пытается меня задушить в этой позиции. Идея у него перевести слона на А5, на ферзевый фланг. Буквально прорезаемые черные поля. Поставлю ладью на Д7 и буду пытаться разменять этих чернопольных слонов. Пойти слон Д8. Конь Е5 нападает на ладью. Нужно размениваться ладьями. А здесь... А здесь мне, видимо, нужно все-таки отдать свою лишнюю пешку. Слон Д8, разменивая слонов. Но сначала королька проветрим, форточку откроем, чтобы мат по восьмому ряду не получить. И пока ничего конкретного за него не вижу. Б4, конь Д5. Пытаюсь спровоцировать его на ход Е4, чтобы согнать моего коня. Но в таком случае я вернусь конем на Ф6 и слон Д8 пойду. Е4 нападает на лошадя. Ах, он может, видимо, предотвратить ход слон Д8. Просто ферзь Д3 же пойти. Ну, или ферзь Д2. И слишком много боев у него на поле Д8. Не могу разменять слонов. Очень хорошо, Даниил играет. Теперь я просто полностью перевязан-завязан. Задушен стою. Просто хода не видно. Да, просто слона 8. Стоим. И это, кстати, одна из тех партий, о которых Анан говорил так. Одна сторона играет, а другая просто аплодирует. Я в данном случае аплодирую. Слон Б7. Туда-сюда-обратно. Ничего, кроме ожидания, мне здесь не светит. Слон А8. Слон Б7. Если Ж4 рванет, то я думаю, конь А7 пойду. Будем надеяться. Ж4, и конь А7. Ферзь Д7. Слон Ф6. Буду пытаться навести суету. На взятие на Б7 заберу. На Е5. Надеюсь, на ход Слон С7. В таком случае я могу взять на Д7. И наладя Д7. А, берет конем на Ф7. Ну, не думаю, что здесь для меня все так опасно. Забираю уже коня. Ничего лучшего у меня нет, так что забираем. Шах даст на Д7. Уходим. И после взятия на Б7 заберу на А4 пешака. И скакуна на Ж5 закину. Вроде бы дела мои налаживаются. Е5, конь Ж5. Ладей Ф8. Страшная угроза. Много материала висит у белых по линии Ф. Слон Е2. Эту угрозу он устраняет. Очень даже эффективно. Такс-такс. Как мне здесь контр-игру создать? Активизируем коня. Конь Е4. Конь С3, возможно. И перевод на Д5. Ф4, ладья Ф8. Напасть на пешку. В чем идея хода Ф4? Ф5 влетать? Ну это уж слишком. Ух, напряженка-то какая. Ф5 взяли. Колоссальное напряжение. Время убегает. Заберу. В чем же здесь идея у него? Так, ну здесь... И опять же заберу. У него что, начал сыпаться просто. На коня напали? Куда им отступать? С3, Ф6, Ж5. Ладно, возвратимся. Время у меня тоже убегает. Ой, слон Ж6! Вот его идея-то, мат поставить. Ой, ешеньки. Нужно перекрываться. Конь Е8. Проигрываю, что ли? Проигрываю же просто. Солнце 7. Ай-яй-яй-яй-яй. Слон Д6 шаг. Почему? Почему? Просто ладья бьет Е8. Без коня. Слон Е8? Ну ладно. Забирает шаг. Да. Сдаюсь. Бездарно. Просто ужас. Без вопросов, он заслужил победу в этой партии, но, как я зевал, нельзя так. Да, вот это партийка прошлая. Но не стоило мне так сильно зевать. Счет 5-4 в мою пользу. Ж3. Разовьем своего слона на большую диагональ. И С6. Да, че-то я прям тильтанул от этой партии последней. Тильтанул так тильтанул. Прямо вам Д5 пошел. Да ладно. Ферзь А4 это как раз боковой контрудар против кода Д5. Так что теперь я получаю некоторую инициативу в центре. Да, в прошлой партию он отыграл 1 очко, и теперь счет всего лишь на 1 отличается в мою пользу. На 1 очко. Тяжелейший матч. В прошлом матче с Ладом Артевиевым я ни одну партию не проиграл. А сегодня уже 3 умудрился. Ходом конь Б6 он нападал на ферзя. Отводим ферзя на Ц2. Надеюсь здесь пойти конь Ф3 и в будущем долбануть Д4 прямо по центру. Да, он ходит Е5. Ну а здесь рокировочка. Слон Е7, конского на Ц3 поставим. Ну и по итогу чуть получше за меня позиция должна быть. Д4 следующим ходом будем проводить. Вот как раз из-за его прямого Д5 ему пришлось брать конем на Д5. Без понятия зачем он прямов этот поставил в самом начале партии. Теперь я стою комфортненько, чуть получше. Получили похожую структуру позиции, какую он получает обычно, когда играет каталонское начало белыми. У белых есть преимущество по центру. Конь Д5, Д4. Хочет ли он взять на Ц3? Разменять лошадок. Взяли-взяли. Без проблем заберу. Еще больше подкрепляю свой центр и мое влияние в центре. А4 прокинем по краешку. Будем поджимать ходом А5. Зажимаем на ферзевом фланге. Пока еще не знаю, буду ли я ходить Е4, нужно ли мне это. Забивать своего слона на Ж2. Будет упираться в свою же пешку. Ладья Д8, А5. Слонятка выходит на Ф6. Ну а здесь конь Ж5, очень сильный ход. Теперь ферзь с конем нападают на пешку на А7. Если конь Ф8, защищаю пешку, то переставлю коня на Е4. Он решается разменять своего слона на моего коня, но в таком случае у меня преимущество двух слонов. Причем совершенно забесплатно. Конь Ф8, А6 пойдем. Пощекотим ферзевый фланг. Ну и пешечную структуру разрыхлим. На Б6 заберу на Е5. Уже попахивает сильными неприятностями для черных. Если забрать ферзем на Е5, то тогда слон заберет на С6. А если ладьей, то, ясно, слон Ф4. И останется без качества. Вот вам и сила двух слоняток. Разрывают позицию. Не хочу никак сглазить, но, видимо, это первая моя хорошая партия в этом матче. Забираю пешку на А6, но забираем на Е5. Ой-ой-ой, я ему, видимо, конь Ж6 ход дал. Так, конь Ж6. Ммм, теперь нужно за меня хорошее продолжение найти. Видимо, ферзь А4 нужно ходить, нападая на С6. Да, ход конь Ж6 всю мою малину портит. Также я могу пойти ферзь Е4. Или даже слон Ф4. Защищаю пешку на Е5. Его взятие конем моего слона на Ф4 меня совсем не волнует. Тогда я получу отличный пешечный центр. Получу я лавину пешаков. Слон Е6. Ладью на Д6 могу закинуть. А также могу взять на А6 пешку. Ладьей. Почему бы и нет? Давайте возьмем. После этого и на С6 нападаем. Слон Д5. Ожидаемо. Ах, вот в чем его идея. На взятие слона, взятие, взятие пешки ладьей. Он заберет на Ф4 конем. И после взятия ферзь С4. Его ферзь будет атаковать ладью на А6, на Д5 и пешку на Ф4. Так. Ага. Ну хорошо. Давайте возьмем этого слона. И пойдем ладья Д6. Место взятия на Д5. Важный прием. Сначала скоординирую свои фигуры, перед тем, как забирать материал. Ладья С8. Нападает на С3. Ну и заберем ладью на Д5. В иншпильке для меня ничего плохого быть не должно. Берет на С3. Забираем на С3. И слон. Д2. Выграно же для меня должно быть. Слон Д2. Нападаем на ладью. Ему нужно отходить. Ну а мы пойдем на Ф4, укрепляя пешку. Ладья С2. Ф4. Выигранную позицию я получаю. Аж 4 короля в 2. Подтягиваем королька. Пешки по линии Е у меня сдвоенные, но они очень сильные. Кунь Е7 нападает на ладью. Ладья Д3. Отходим. Его конь в этой позиции не очень-то эффективный. А также пешки черных не идут никуда. Ладья Д7. Нападаем на пешку на А7. Ладья я менять пока не буду, чтобы держать давление. И максимальную централизацию белых. Ладья Е7. Ну, Шахевич я, видимо, обязан прописать на Д8. Так, Шах. Е4. Гоним лошадя куда подальше. И после отхода на А6 пойдем на А3, чтобы на Ж4 не залезал. Ладья Б7. И ладья Д7. Можем пойти. Уберем короля. И пошла армада по центру. Ф5. Шах. Уйдем на Е2. Ладья Ж1. И Е6. Взяли, взяли. Пешка должна проходить безнадежно. Заберем еще коня, чтобы точно провести пешку. Заберет королем, то тогда ладья Д8 шах. И Е7. Один шах у него есть ладьей на Ж2. Но ему он не поможет. Ферзя я все равно проведу. Да, сдается. Да, думаю, хорошая партия получилась. И достаточно простая реализация в конце. Так, ну здесь Д4, конь Ф6, конь Ф3. Ну давайте попробуем что-то другое. Ж6 пойдем. Не хочу больше в позиции ферзевого гамбита идти. Так что Грюнфельд. Д5. Взяли, взяли. Попробуем его выиграть своим же оружием. С5, подрываем центр. Кто только присоединился к просмотру матча, мы играем 16 партий. Блиц-матч у нас такой небольшой. Контроль 3 плюс 2. Правда, если победитель определится, то все 16 партий нам не нужно играть. Потенциально еще 6 партий у нас в матче осталось. На 2 очка я его пока опережаю. Посмотрим. Слон Е2. И давайте Б6. Второго слона поставим на Б7. Ах, за него там задвижки Д5 будут. Да, еще не хочу вляпаться в какую-нибудь теорию. Теоретический вариант. Вот такие вот делишки. Так, ну а как мне... Да, если я не хочу попасть в теорию, то почему я играю вообще Грюнфельд? Да пофиг, Б6. Просто будем играть. Е6. Явно не лучшее для меня. Обычно в такой позиции я бы хотел заставить белых пойти в ферзь Д3. И только потом пойти Е6. Но здесь я сразу пошел в Е6. Но и по ощущениям, вроде бы теории здесь больше не должно быть. Слон Ж5, ферду на С7 поставим. Обычно белые здесь получают свободу действий и... Хорошую игру. Поэтому у черных позиция немного похуже. Слон Б7. Правда ферзь Д2 не самый конкретный ход от него. Ага, просто Д5 хотел пойти. Ну ладно. Видимо, неплохое решение. Взяли-взяли. И ладья Е8. Либо... Что мне делать-то вообще? Ферзь Д6 может? Правда грустно все это смотрится. С4, конь Д7. А может и сильно все грустно для меня. Есть вот А4. Подцепить ферзевый фланг. Правда, в таких структурах я не думаю, что у него получится получить сильную атаку на королевском фланге. На моего короля. Десять на слонов 4 мог закинуть коня на Е5, но... Но контр-игры у меня там не было бы от слова совсем. Ладья Е1, ладья Е8. Хочется хотя бы напряжение в этой позиции поддержать, чтобы посложнее все было. После коней 5 он бы просто поменял все фигуры и пошел бы А5-А4. Сильно хуже я бы там расставился, да еще и без какой-либо контр-игры. Слона поставлю на А6, на Б7 он упирался в пешку на Д5, а здесь будем цепляться за пешку на С4. Возможно, в будущем нападу еще одной фигуркой. Удивительно, что он до сих пор А4 не рванул. И, кстати, позиция действительно не сильно лучше. Вариантик у меня есть закинуть ферзя на С3, разменять ферзей. СНЖ5 нападает на ферзя. Сам буквально просит меня пойти ферзем на С3 и разменяться. Ай, на Ф4 может ферзя поставить. Тогда конь Е5. Так, посмотрим. Вроде бы неплохо. Ага. Ну, прокинем коня на Е5. Только вот конь Д2 меня немного смущает. Ничего себе. Ладья Е3 я вообще не видел. Вообще. Ёшкин кот. Потенциально проиграть могу. Ферзел водить надо. Ферзь С2. Э5. Обязан уже так ходить. Нападал ладью на Б1. Ладья Е1. Хотя вот и взятие конем на Е5 у него тоже все отлично было бы. Заберу на Ф3. Все еще очень опасная для меня позитура. Возьмем на Е3. Хотя вот он немного начинает буксовать. Слон Д4 есть ход, но тогда ферзь Ф3. Слон бьет С4, Д6, ладья на А8 висит. На слон бьет С4 еще ладья С1 есть ход. И финтиклюшки я там за себя не вижу. На Ф5 могу ферзя убрать, но тогда правда совсем печаль будет. Ладно, попробуем слон Д4, нападаем на ферзя. Да, плохи у меня дела. Слон бьет С4. Эх, забирает на С4. Я надеялся, что он во вариантах запутается, если не брать. Д6 нужно уводить ладью. Ну а теперь вариант-то за меня проигранный. Д7. Ф6, ладья Е8. И приехали. Да, ну хотя бы будем бороться до конца. Хряпнем пешку на А2. Останемся просто без ладьи, но... Что ж поделаешь. Придется забирать проходную пешку. Х4. Ну, король же 7. Да, ладья Е8. Ну, ферзь А4. Попробуем сбить его с толку. Ладья Е8? Ну, это маус-слип. Нужно было пешку проводить. А здесь разменялись и забрали проходную пешку. Теперь уже у меня три лишние пешки. И он просто сдается. И что сказать? Это уж слишком. Да. Ну, вот почему и не нужно сдаваться. Да уж, неловко получилось. Очень неловко. Ага, пишут, что всю эту фигню мы подстроили. И именно поэтому он хотел играть с добавлением. Меняется на Д4. Забираем. Е5. Возьмем. Взяли-взяли. А, он на тачпаде играет. Вау. Так, ну ладно, разменяли ферзей. И заберем просто пешку на Е5. Почему бы и нет. Палки-йолки. Палки-йолки. В чем идея-то? Конь Д3. Да, компенсация у него здесь явно есть. Но, как именно? Конь Д3. И ничего конкретного я не вижу. Ладья Е8 шах. Ну, слон Е2. Ну, разовьемся. Нет, ну ясно, что у него просто мышка соскочила. Вместо проведения ферзя пошел ладьей. Слон Ф5. Что я несу в этой партии? Вот это занесло меня. Уже проигрываю. Просто решил поиграть немного по-другому в дебюте. И просто проигрываю в 13 ходов или что? Слон Ф5 и все, что ли? Сливаем воду? Ну, такими темпами я этот матч еще проиграть смогу. Так, а борьба-то хоть какая-то есть за меня здесь? Не думаю. Король Д2. Да, просто съедает слоном на Д3. И после слона Ж4. Слон бьет Б2. Ладья А2. И может просто взять коня на Б1. Финита ля комедия. Вау. Вот эта партийка будет реально бездарной. Играя белыми фигурами, я даже не барюсь. Слон бьет на Д3. Великолепно. Шикардос. Берем на Ж4. Ладья А2. Ладья Д8. Самый точный ход находит. Вместо коня забирает мы его слона. Забираем на Б2. И слона в 5. Шах. Король Ц3. Да, ну хотя бы из предыдущей партий исключил урок, что не нужно сдаваться. Сон Ф5. Еще и в матовой коробочке я оказался. Ну ладно. Ну ладно, сдаюсь. Какой же ужас. Одна из худших партий, которых я когда-либо играл. Но правда и Даниил очень сильно играет. Однако, когда у нас остается мало времени, он иногда теряет сцепление на секундах. Что, в принципе, логично, раз он на тачпаде играет, а не с мышкой. Но если отбросить этот факт, то он сейчас играет сильнее, чем я. По моим ощущениям, я явно не в лучшей форме. Совсем. Хлебнем водицы. Да, я немного уставший сегодня, но не настолько. Нельзя же играть так плохо. Так плохо не должен. В позиции мы такой уже играли. Белые жертвуют пешку на Ц4, но получают компенсацию. И здесь, ходом кони 5, белые нападают на ладью на А8 слоном Ж2. Что бы здесь такого придумать? В прошлый раз я не так точно сыграл. И здесь нужно бы придумать, как поточнее ответить. Вот в чем здесь вопрос. Если я пойду ладья А7 и ладья ладью из-под боя, то Б3 подрывать начнет. Ладно, пойдем по конце 6, идем по мотивам прошлой партии. Улучшим этот вариант чуть попозже. Слон Б7. Конь Ц3. И вроде бы для меня проблем. Больших не должно быть. Окей, пока пойдем А6, чтобы пешка на А7 не висела. Во многих вариантах. Конь Е4. Заберем. И пойдем А5. В будущем разовьем лошадян на Д7 и скинем пешку на Ц6. Буду надеяться, что на королевском фланге он не сможет создать никакую сокрушительную атаку на моего короля. Выводит слона на Д2. В ладья А6 есть ход. Вообще, выставляя слона на Д2, он перестает защищать пешку на Д4 лазьей. И я могу ее в принципе забрать. Правда, нужно ли идти на поводу и брать эту пешку? Вот в чем вопрос. Ну, пока ладья А6 пойдем. Укрепляя пешку на Ц6. Да, мог я своим ферзем тяпнуть пешака на Д4, но не знаю, нужно ли мне это все. Аж4. Ммм. На конь Д7 заберет конем на Ц6. Для белых этот вариант хорошо смотрится. Может, слоневича пока на Д6 поставить? Потом ферзя на Е7 поставлю, ладью подведу на Ц8. Попробуем, почему бы и нет. Правда... В общем, правда, я не очень доволен этим дебютом. В целом, не самый приятный дебют для игры. Выводит слона на Ф4, подкрепляя коня на Е5. Ну... Такс. Введем ферзя на Е7. И вот почему мне все это не нравится в этом дебюте? Дело в том, что я всегда стою с лишней пешкой. Да, у меня лишняя пешка, но по ощущениям я рискую гораздо больше, чем Даниил. Чем белая в этой позиции. За эту злосчастную пешку у него отличная компенсация, причем по всем фронтам на доске. Поставил я ферзя на Е7 и теперь поддерживаю потенциальное проведение Ц5. В чате пишут, вы оба играете как идиоты. Ну, не уверен. По ощущениям я играю... Немного ниже моего обычного уровня. Шах на Аш-7 королю. Уйдем. Слон Е4. А что же касается Даниила, он играет хорошо. Даже очень хорошо. Его игра в порядке, просто он не очень сильно старается. Если бы он хорошо постарался, то уже бы вел в этом матче. Пойду к король Ж8, посмотрим, хочет ли он мне дать еще один шах на Аш-7 и сыграть ничью повторением ходов. Окей, король Ж2, никаких ничьих. Ну, тогда я думаю, мне нужно ходить Ц5. Король Ж2, видимо, был зевочек. Так как если он возьмет на Ц5, то я возьму слоном. На взятие слоном на Б7 я заберу с шахом. Слона на Ц5 он уже не съест. И надеюсь, что в конце концов мои фигурки выйдут в свет. И заиграют. Тогда мои делишки будут в полном порядке. Кстати, придумывать мне многого и не надо. Могу просто взять на Е4 и пойти слон Д6. А потом А4. Проходная пешка побежит в ферзи. Уходит королем. Ну, забираем слона. И слон Д6. Все идет по плану. Ладья Д3. Да, вот вам и ладья Д3. Похоже, не лучшее решение я нашел. Поставим ферзя на А7. Немного странноватый ход, но другого я не нашел. Другого продолжения не вижу. Если пойдет слон Е3, то пойду слон Ц5. Но я не фанат этого варианта. Слон Ц5. Лишь бы никакой тактики у него здесь не нашлось в этой позиции. А ее как раз вроде и нет. Подводим вторую ладью на Д1. Заберем на Е3. Я до сих пор страдаю от своих недоразвитых фигур. Самый конкретный вариант он избирает, но я пойду ферзь С7. И вроде бы я держу все свои поля. Ж4. Ну, не думаю, что так можно ему играть. Конь С6. Нападаю на коня на Е5. Конь связан на короля на Аш2. Ладья Д6 перекрывается. Забираем. Ферзь бьет Е5. Размениваемся на Д6. Здесь мне все удается поменять. И перехожу в выигранный Эншпиль. Просто А4. Лишняя пешка. И бежим в ферзье. Если возьмет ладью на Е6, то я возьму его ферзя на Е5. После взятия на Е5, ладья А8. Легко выигранная позиция. А здесь тоже ладья А8. Король А3. Но мы продолжаем спринтерский забег. А3. На тактику ладья А6. Ферзь у меня зависает. Я могу пойти в ферзь Б7, либо в ферзь С8. Забрали, забрали. Ферзь Д4 продолжает борьбу. Ферзь А1 есть шаг. А мне даже это и не нужно. А2. Ферзь А1, ферзь А6. Нападем еще и на Е2. Защитить не получается. Сдается. Хорошо. Хорошо. Конечно, не супер партия, но после того, как я расправил свои крылья, смог реализовать перевес. От победы в матче отделяет всего пол очка. Такс, но мне достаточно одной ничьей, чтобы завершить матч моей победой. Партия у нас 16, и поэтому при счете 8 с половиной я выиграю. Е4, С5, сицилианская защита. Черных устраивает только победа. Конь С6, слон Б5. С6, черный выставит слона на С7. Но марокировка. Слон С7, ладей Е1. Да, игра я сегодня ниже своего уровня, но пока я побеждаю, я доволен. Берем коня на С6, портим черным пешке и пойдем Д3. И эту позицию мы с ним уже играли, только в классику, с длинным временным контролем. Опаньки, опять. Ну, тогда А4, стопорнем пешку на А5. В дальнейшем выведу своего лошадя попастись на поле на С4. Начало конь Д2, а потом на С4 прискочим. Ферзь Е7. Конь Д2. Он развивает своего коня на Ф6, ну а мы конь С4. Конь Д7, слон Ж5. Напали на ферзя на Е7 и провоцируем Ф6 пойти. В таком случае вернем слона на Е3, конь Д2 и Ф4 рванем. Может ему нужно просто пойти в ферзь Е6, уходя из-под атаки слона на Ж5. А вот слон Ф6. Вот это сюрприз. Хочет меня поймать в ловушечку. Чтобы я пошел слон А6, не давая ему рокироваться, но в таком случае он пойдет Ж5. Слон А6 застрянет. Хм-хм-хм. Очень интересно. А мы поведемся. Пойдем слона 6. Слишком уж провокационно он играет. Ну тогда конька уберемся в 3, чтобы не мешал провести Ф4, взрывая центр. Король у черных пока в центре, не рокирован. Слон А6. Слон А6. Но Ф4 ходец-то неплохой. Рванем. На взятие на Ф4 Е5 протараним. Также могу и слоном просто взять на Ф4. В конце концов, он, конечно, может уйти и в длинную сторону, рокироваться. Но если посмотреть на его структуру пешек, то он здесь стоит чуть похуже. Да и король после длинной рокировки там не будет слишком безопасно себя чувствовать. Я же просто поставлю ладью на Ф1. Он рокируется, а я, наверное, даже сразу поставлю ладью на Ф1. При вскрытии линии ладья будет давить на пешку на Ф7 и по линии Ф. Король БС. Но у Ф3 можно пойти, аннигилируя по линии Ф. Уже грозит взятие на Е5 следующим ходом. Черные забирают на Ф4, ну а мы заберем слоном. Начинают угрожать ходы слон Д6 и конь Д6. Позиционно он стоит под огромным давлением. Лучший его шанс здесь, видимо, дать мне шаг на Д4, и я отойду, и тогда пойти Ф6, чтобы сконсолидироваться. Именно так он и решает. Король Аш1 и Ф6. Это уж точно самый лучший шанс черных. И похоже, не нужно мне было ему это позволять. Слон Д4 и Ф6. Ну ладно, продолжим играть. С ладья Е1, подводим неактивную ладью. Из моей подавляющей позиции я, конечно, не все соки выжил. Мог получить что-то лучшее, чем имею сейчас. Хотя все равно довольно приятная позиция. Разменивает своего белопольного слона на моего коня на С4, но теперь второй конь переходит на С4. Не думаю, что это было лучшее решение. Ферзь Е6. Ага. Он, видимо, еще больше фигур хочет поменять. Ну пойдем Ферзь Ж3. Теперь мой слон может десантироваться на С7. Ну а здесь пока пойдем слон Д6. Нападем на ладью на Ф8. Хотя... Может, слон Д6 это простой блеф. Дешевый трюк. А с другой стороны, почему бы и нет? Слон Д6, ладья Е7 и слон С7. Нападаем на ладью на Д8, а потом конь Д6. Вилочка с шахом на короля и на ладью на Ф7. Черные же могут пойти слон Е5, чтобы такого не было. Ничего плохого в расставлении, ловушечек же нет. Даже если есть опровержение. Также у него есть варианты с отходом ладьи на Ж8. Если пойти на Е8 ладьей, то тогда то же самое. Слон С7 и вилка. Ага, ладья Ж8. Более-менее читаемо. Я же буду сдваивать с ладьи. Ладья Ф3 и ладья Ф1. Король А6 и ладья Ф1. Ладья Е8, а здесь С3. Нападем на слонятку. Слон Е5 забираем. И здесь он обязан брать пешкой. Если бы взял конем, я бы забрал ладьями на Ф6. Да, взять тебя пешкой обязательно. Правда, тогда я залетаю ладьями на 7-ой ряд. Ладья Ф7. Большие здесь проблемы у черных. Пока пойдем Аш3. По сейвовье сыграем. Ладья Е7, Ферже 5. Б5. Ну, не думаю, что такое он себе может позволить. Конь Е3, конь Д5. А, нет, погодите. Ладья Ф6 же просто вроде бы побеждает. А взять тебя конем, забираю ладьей. Ферзь связан. И после этого висит ладья на Д8. Забираем. Да, он забирает коня. Но я здесь забираю шахом. И забираем ладью на Д8. Победа! Завершился наш матч. Удалось мне завершить этот матч с довольно чистой партией в конце. И слава богу. Но стоит сказать, что черными фигурами я ужасно страдал в этом матче против Даниила. Все партии, которые я черными фигурами выиграл, были выиграны в тяжелейшей борьбе. Причем на протяжении партии я обычно стоял хуже. Из партии этого матча вы явно можете видеть, насколько Даниил силен. Если бы он играл мышкой вместо тачпада и чуть посерьезно относился к игре в конце на секундах, то я думаю, что он играл бы еще сильнее. Спасибо за просмотр всего матча. Если тебе нравится наше видео, не забудь подписаться на канал, если еще не сделал этого. Также пиши в комментариях, какое следующее видео ты бы хотел видеть на нашем канале. Обзор интересной партии или перевод Магнуса. Пока и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok